Второе занятие. Делаем литературный указатель кармаяния. Вот текст, который был прислан, вот такой, разной пониженной формы разных вариантов, это дохлая кошка, это не пойдет. Нужно следующее. Нужны все термины, какие нужны. Тут, кстати, не все, я просто для примера. И человек, который это дело собирает, он должен хорошо ориентироваться в тексте. Потому что, например, вот есть, вот я тут звездочкой выделил, гильгамиш, вот на 741 странице, видите, просто гильгамиш, слова эпоса нет. Но, тем не менее, эту ссылку надо поместить в указатель, вот такую. И еще, тот, кто будет собирать информацию для указателя, вот тут другая вещь есть. Эпоса, гильгамиши есть, а кавычек нет. Есть кавычки о все видавшем. Вот это можно поместить, чтобы номер этой страницы попал в эпос Агильгамиша. Я расскажу, как это сделать. Другая вещь. В указатель есть Илиада и есть Одиссея. Но они в кавычках. И, тем не менее, в тексте в самом есть то же самое без кавычек. Вот 910 страница, 911. Вот 910. Гомер, Илиада, Одиссея. Кавычек нет. То же самое на 911. Гомер, Одиссея. Гомер, Илиада, Одиссея. Вот эти вещи тоже должны быть в указателе, хотя здесь кавычек нет. Сейчас я расскажу, как все это делается. Итак, что мы имеем вначале? Вначале мы имеем вот этот файл. Вардовский док-экс. Вот тут есть наша верстка, где должен быть этот указатель. У нас есть папка со всеми скриптами. Вот в папке инфо есть папка стиль индекса. И тут есть IDML файл, с которого все всегда будет начинаться у вас. Вот мы его открываем. Нам вот это не нужно. Тут структура наших уровней заголовков. Берем текст-буфер с названием литературы произведений. Копируем. Вставляем текст. Все выделяем, превращаем в таблицу. Ставим столбец. Справа. Один. Вот. Теперь все готово для того, чтобы попробовать работать с указателями. У нас есть скрипт. Используйте готовую таблицу. Да, это файл сохранить, естественно. Занятие 2. У меня просто уже есть литература. Вот мою. Я его назову. Итак, у нас файл индекс-лист 1 готов. Но он еще не готов для работы. Дело вот в чем. Вот то, что я говорил, что здесь у нас, я посреди гамиши, вот эти термины, они должны попасть в этот же, сюда же. Смотрите, как это делается. Здесь нужно, встаем вот сюда, и тут есть еще один скрипт. Мне их много, 20 штук. Сейчас я вам о них только о двух рассказываю. Вот. 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 Мы хотим, идея такая, что для этого термина, искать термины гельгамиш, гельгамиш и о все видавшем, то, что будет найдено, чтобы помещалось вот в строку эпса гельгамиша. Как это сделать? Вот здесь есть добавить строку для нового варианта термина. Вот тут я флажок этот снимаю, но сейчас мне нравится его как раз снимать, не ставить. Вот видите, появилась еще такая строка, и мы сюда должны добавить. Мы сюда должны добавить. Вот этот термин, звездочки здесь уже не нужны. Для нас они были, эти звездочки. Берем буфер, этот текст. Так, все, пока сворачиваем. Ставим в эту строку. И еще один раз копируем, повторяем эту строку. Вот она. Теперь вот этот текст. А эти две строки нам не нужны. И теперь какая идея? Мы должны вот сюда поместить гельб запросов для этих терминов. И когда они будут найдены, они будут помещены в строку вот, где стоки для этого термина. Делается это так. Разворачиваем. И все поддерживающие формы, вот это для гельгамиша, это вот для этого термина. Все, что будет найдено, вот это и это, все будет вот сюда помещено. Что касается, я рассказал там про Алиаду, 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 и все это будет сделано позже. Пока что у нас уже практически все готово, что нужно. Это индекс-лист 0.01. Закрываем. С сохранением, конечно же. Сохранить. Закрыть. Вот это Ромаина, которая получилась после первого занятия. Давайте запустим скрипт. Вот здесь мы можем искать в материале, можем искать в файле. По всем статьям. Вот смотрите, допустим, я сейчас стою в самую первую нашу статью. Вот сюда стою. Говорю, загрузить таблицу. Вот наша таблица. Загружаем ее. Я не обратил ваше внимание, просто как-то так сделал, акцент не поставил. В этой таблице цвет должен быть, у меня правило быть, только в левой колонке, там, где стиль оформлено. А вот в этих ячейках все должно быть, если черным цветом, то ячейки обрабатываются. Если они покрашены любым цветом, кроме черного, они пропускаются. Вот там я перекрасил, а сказать об этом забыл. Сейчас таблица готова к работе, она правильно окрашена. Теперь мы выделяем эту таблицу. Готовить задание на работу с текстом. И вот мы стоим в первой песне. Я так понимаю, этих терминов литературных нет. Говорим, обработать. Обрабатываем материали. Вот видите, он перебирает все термины, которые есть. Ищет, ищет, ищет. И ничего не нашел. Кстати, вот здесь, когда будет сообщение, вот прочитайте вот хотя бы первый раз. Обратите внимание, что программа обрабатывает только оформлен в черноцветной строке, где мы запросами. И не обрабатывается, если во второй ячейке нет знака номер или решетка вот этого. Вот этот номер – это указатель того, что строка будет обработана, если текст черного цвета. Итак, мы сами ничего не нашли здесь. Но у нас установки есть. Давайте искать в файле. Вот иногда, знаете, когда файлы очень большие, а срок много, то вот переключение красного цвета, вот черно-красное вот это переключение вот здесь, его есть еще будет. Это такой указатель, что что-то работает, что программа не зависла. Потому что когда больше тысячи терминов, то иногда прогресс марта может состоять на месте очень-очень долго. И кажется, что ничего не работает. Но переключение цветов, оно такой индикатор, что что-то там живет. На Хабхарфт очень много. Цвет изменяется, а весь прогресс бар стоит на месте. Видите, что Ромайна, оно в специфике стоит спиром, а уже только ближе к концу появилось в поиске. Это потому, что поиск идет, термин сортируется по длине греб, запросов, и в порядке убывания длины обрабатываются. Что-то, если есть сказание Рами, то чтобы сначала обработалось сказание, а потом искать слово Рама, если оно тоже в поиске есть, это информация, что что-то делается, что работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова У нас там оказалось две блоканды. Это просто текст у меня и поиск о Раме, получается, два раза. Ну, вот я просто взял тот сырой текст и хорошо взглядано на него и поглядел. Ну, это 697, 910, 741. Вот то, что я вам говорил. Давайте посмотрим на эти страницы. Так, это пока свернем. Вот я неправильно сделал. И Ctrl-J стал переключаться. Это неправильно. Для того, чтобы перейти прямо на тот термин, который здесь есть, его можно выделить. перейти к ваильному маркеру. И вот он, эпоса гигамеша. Что у нас еще есть? 741. Вот сокращенная запись. То, что мы сделали, там добавили. Вот. А все, видевшим. То есть, это все есть. Ромаина, Ромаина. А вам задание. Если вы будете в эту игру играть и учиться по этим примерам, найдите ошибку в этом файле, в верстке, почему Махабхарата в указатель не попала. Ее много где есть, а вот эта запись потеряна. И поэтому на этой странице слово Махабхарата отсюда не попадет. Хотя с другой страницы она попадает. Это вопрос интересный. То есть, 910-я страница, почему Махабхарата не попала. Так. Теперь, что оказывается, и Иллиады, и Одиссеи. Как с этим быть? Это тоже интересный вопрос. Надо сделать вот так. Мы идем в указатель, в нашу таблицу. Где у нас Одиссея? Вот Одиссея. Мы это пока свернем. Развернем тот, о котором я вам рассказывал. Тут уже не нужно. Давайте это я пока вот сюда задвину. Вот. Гэтн Фофу Сёч. Вот это то, что я вам уже рассказывал. Запускаем его. И встаем на Одиссею. Добавить строку. А тут курсу надо поставить. Давай. Добавляем слово строку. Добавляем строку, да. И вот здесь надо искать. Одиссея без кавычек. Вы можете сами здесь поправить. А можете вот здесь поправить. И он сам вам греб запрос сделает. Это, кстати, правильнее вот здесь. А не самому что-то делать. Вот. Это правильный греб запрос. За слово Одиссея. Без кавычек. Теперь. Это нам уже. Ну давайте Ильяду то же самое сразу сделаем. Вот Ильяда, да. Добавить строку. Есть слово Ильяда без кавычек. И говорим, измени греб запрос. Вот он изменился. Теперь. И это нам уже не нужно. Теперь смотрите. Среди за мыслью. Сейчас мы будем. Первый раз мы выделяли всю таблицу. И что-то искали. Сейчас мы выделяем вот эту строку. Подготовить задание. Подготовили. И теперь искать будем. Не во всем тексте. А выделим вот этот кусочек. 910-911. И только там будем искать. Обработать. Вот ищу Ильяду. На этом окно. И нашел четыре раза эту Ильяду. Вот. 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 То же самое с Одиссеей. Идем сюда. Вот Одиссея. Нам вот это нужно без кавычек. Разворачиваться. Подготовить задание. Подготовила именно вот эта строка. И тоже выделяем эту область. И говорим обработать. Ишь то Одиссея. Вот. Она тут уже почему-то 7 раз найдена. Ну вот. Вот 910-я страница. Вот 911-й. Вот они найдены. Вот я считаю, что на этом мы пока второе занятие закончим. Нужно взять этот словник. Сделать индекс-лист. Попробовать поискать. Понять, что это файл работает. Хотя может не работать в одной статье. Добавить Ильяду и Одиссею. Найти в маленьком кусочке текста. В выделенной части. И разобраться с 910-й страницей. Почему-то Махабхара там не найдено. На третьем занятии продолжим работу с указателем. Тут много еще чего есть интересного.